В эфире программа «Городские встречи». Здравствуйте! У нас в гостях сегодня йога-терапевт и инструктор Рязанского йога-центра Артур Гулянов. Здравствуйте, Артур! Мы сегодня беседуем об опорно-двигательном аппарате. Болезни спины молодеют, и сейчас буквально можно сказать, что каждый второй страдает этими заболеваниями. Вот как йога здесь может помочь? Если даже не каждый первый действительно молодеет, и проблема была актуальной сейчас и в наши дни, она набирает актуальность, становится все более распространенной в связи с образом жизни, образ работы. Люди в основном сидят, мало активности физической. В основном люди утром встали. Какой средний статистический уровень человека? Ну, как бы физической активности. Человек утром встал, пошел, сел на машину на транспорт, доехал до работы, сидя. Ну, если повезло, то стоя, не повезло сидя. Пришел на работу, просидел часов 8, сидя. Изредка вставая, опять сидя. Пришел домой и сел, если перед телевизором, то снова-таки, наверное, сидя. Активности очень мало. В связи с этим, действительно, мышцы окружающих позвоночник глубоко расположены, которые на позвонках крепятся, слабеют, слабеют, и сам связочный аппарат позвоночника становится менее упругим, менее эластичным. В связи с этим возникают грыжи, протрусь дисков позвоночника, межпозвоночных дисков, и появляется какая-то симптоматика болевая, когда человек уже не просто подозревает теоретически, что где-то вот, может быть, у меня есть грыжа, знает очень точно, вот у меня болит спина, болит поясница, всегда вот на как-то внимание привлекает, не могу стоять, не могу ходить, и вот там в ногу куда-то, или там шею в руку, в плечо, куда-то стреляет, боль уходит. Таких примеров вокруг все больше и больше, к сожалению. А безусловно, йога здесь достаточно эффективна. В связи с чем? Во-первых, нужно понимать, что направлений йоги бывает очень много. Йога – это можно обещать как слово «врач». Вот если человек говорит «я занимаюсь йогой», это как «я пойду к врачу». А к какому? К терапевту, к лору, к кардиологу, и нужно перечислять долго очень. А я вот занимаюсь йогой. А какой йогой? Йогой хатха-йогой, йогой кундалини-йогой, йогой какой-то еще другой, третий, пятый, восьмой, десятый. Поэтому нужно понимать, в основном, говоря слово «йога», люди подразумевают «хатха-йога». Направление «хатха» – это направление, связанное с телом. То есть все, что мы делаем с телом – наклоны, прогибы, скрутки, мосты. И в основном, как бы, вот это подразумевается под словом йога. И в хатха-йоге действительно есть большой арсенал каких-то движений, элементов, асан, как таковых прям полноценных переходов, скруток, виньяс. Виньяс – это динамические переходы, связанные с дыханием. На вдох, например, какое-то одно движение, на выдох – обратно или в другое. То есть связка с дыханием, и тело движется. И много таких элементов, которые действительно позитивно влияют на восстановление подвижности позвоночника, на уменьшение болевой симптоматики. Чем? Чем обусловлено воздействие? Обусловлено, но вытяжением позвоночника, позвонки друг от друга, сами тела позвонков растягиваются. И, соответственно, грыжевое выпячивание, если оно есть, сдавливало, например, какой-то нервный корешок, вызывая боль, оно механически также подтягивается обратно. Это нужно понимать правильно. Это не значит, что мы растянули позвоночник, и все грыжи схлопнулись и зашли обратно. И тело стало, как в молодости. Нет, конечно, но воздействие выпячивания становится меньше. И само выпячивание, если посмотреть, будет меньше в снимке. Укрепляются мышцы глубоких, которые на позвонках. Между прочим, мы сейчас разрушаем стереотип, потому что до сих пор многие люди, и наши телезрители, я думаю, тоже, думают, что йога – это некое статичное положение, в котором мы дышим и приближаемся к космосу. Оказывается, это не так? Йога очень многообразна. Это не какое-то унифицированное направление в фитнес-спорте. Вот мы делаем вот так, и делаем все, ну, за небольшим разнообразием. Вот ставим ногу не на 5 сантиметров в высоту, а на 10, и все у нас теперь разнообразие. Йога очень многогранна. Здесь есть техники дыхания, которые позволяют развивать легочную ткань. Есть техники дыхания, движения, которые развивают тело. Есть скрутки статичные положения, долгие статичные. Это тренирует одни мышцы, например, красный мышечный волк, отвечающий за статическую нагрузку. Есть много движений, динамики ее очень много. Есть техники, которые будут тренировать нервную ткань, она будет более устойчива. Будет больше КПД от нервных клеток, от головного мозга. Человек будет думать быстрее. Думать быстрее, анализирует, соображает. То есть синтаксистико-аналитические функции мозга возрастают. Йога очень многообразная. Нет такой системы другой, альтернативной в принципе в мире, которая может пойти к человеку комплексно. Больной хромой не срастается, не получается. Можно найти с другой стороны. Зайти техники, другие элементы, дыхание, что-то еще. То, что будет вносить позитивный вклад в здоровье конкретно, в индивидуумы. А главное, что? Ведь одно занятие вряд ли поможет. Надо, наверное, регулярно. Как и во всем. Регулярность всегда. Как и во всем. Я знаю, что вы инструктор специального класса, направленного на позвоночник, йога-терапию позвоночника. Вот как много людей, с какими проблемами они к вам чаще всего приходят? Как правило, люди, приходящие в этот класс, жалуются на боли в спине. У меня болит. У меня болит спина. Вот я сижу весь день, у меня она болит. Хожу, стою, у меня она затекает. Ой, у меня стреляет в ногу, у меня руки там не имеют, покалывают. Вот у меня больно в шее, больно. В разных делах позвоночника. Но, в принципе, большинство из переходящих людей жалуются на боли. А среднестатистически, если анализируя, откинуть время назад и посмотреть на движение людей в таких группах, хватает 2-3 месяца, чтобы болевая вот эта симптоматика, с которой человек пришел, или существенно, существенно, то есть не на грани где-то, самовнушение существенно уменьшилось, или люди просто перестали уже обращать на свою спину совсем. Повторюсь, это средне. Кто-то дольше, кого-то короче. Но все-таки средне 2-3 месяца. Если спина болит вот очень сильно, вряд ли можно приступать сразу к занятиям в группах. Вот здесь что можно сделать, как можно человеку помочь безмедикаментозно? Я знаю, что есть такие варианты. Да, ну смотрите, насчет занятий и острого периода. Например, если у человека случилась острая травма, грыжа, протрузия, то есть острое, какое-то неловкое движение, случайный подъем веса, но человек что-то не рассчитал, дискорнировал, и острая боль в спине, которая тут же ушла куда-то вниз по ноге, ниже колена, особенно если. Это должно давать понимание, что идти сломя голову в группу и сразу корректировать не нужно. В остром периоде нет смысла делать занятия в группе, потому что это усугубит ситуацию. Острый период должен спасть. Когда больственность уже хроническая, постоянно уходит из своей строты, снижается по интенсивности, тогда, безусловно, группа поможет. Но, однако, можно рассмотреть какую-то конкретную ситуацию, случился острый период. Вот мы сидим или что-то сделали, а и стрельнули в ногу, в руку, с кем не бывает. Что можно предпринять в данной связи? Во-первых, в организме происходит ситуация следующая. Тела позвонков сближаются, диск выдавливается, и сдавлен, например, нервный корешок, вызывая какой-то более определенный уходящий, рогирующий в одну ногу, в две ноги, зависит от того направления, куда выше. Или локализующийся в одном месте, или уходящий поперечный, то есть разные направления, разные места. И в этот момент наш мозг понимает, что ситуация может быть критичной, и вдруг человек двинется еще случайно, надо это место заблокировать. И что наш мозг может сделать? Он посылает сигнал к мышцам в данном участке, и они спазмируются, становятся жесткими, плотными. И тело в этом участке становится малоподвижным, туго подвижным. Эта защитная реакция должна быть, она нормальная, она как бы сковывает данное место от возможного дальнейшего ухудшения ситуации. И тут на этом месте получается замкнутый круг, потому что тела и так сблизились с позвонков, диск выдавился, мозг мышцы заспазмировал, и напряженные мышцы сдавливают позвонки еще больше. Естественно, диск, у него нет вариантов, он будет в выдавленном состоянии, и позвонки будут на том приближении, на котором это случилось, в момент травмы. Здесь этот порочный круг можно разорвать, например, уменьшая тонус мышц спазмировалных. Здесь в данном случае хорошо подходят тейпы. Тейпы – это специальные спортивные ленты, используются в спортивной медицине уже давно. В нашем центре в том числе можно сделать тейпирование, называется протедура тейпирования, от слова «тейп», лента, английское слово. Тейпы имеют ряд эффектов, один из них при определенной технике поклейки, они расслабляют мышцы, подлежащие внизу, под собой. Таким образом, можно наклеить тейп на спазмированный участок тела. Если мы посмотрим поясницу, на поясницу сделают аппликацию с двух сторон позвоночника, которая будет уменьшать тонус мышц, тем самым высвобождая тела позвонков, не оставляя их в спрессованном состоянии. Что на выходе? Человек почувствует, что ему стало легче. Вот нет этой острой, стреляющей, постоянной боли, почувствует облегчение. Это не значит, что происходит лечение, это происходит просто высвобождение. Дальнейшая коррекция безусловно нужна. Ты продержишь это дней 5 на теле, и круглосуточно, пока они находятся, они будут оказывать вот такой эффект. По истечении этого времени или мозг поймет, что там нужно мышцы подрасслабить, и подрасслабит их, или убирает, и всё повторится, и можно приклеить следующую аппликацию. Но тут нужно смотреть индивидуально, в каждой ситуации бывает по-разному. В каком возрасте вообще нужно обратить внимание на свой позвоночник? Можно ли вообще предотвратить эти заболевания? С болью сложно очень спрогнозировать, когда она будет. Чаще она появляется в силу долгого сидячего образа жизни, сидячего положения. Это накапливается всё-таки с течением какого-то времени, например, с годами. Несколько лет следующей работы, и можно уже как-то обратить внимание на свою поясницу. Она будет заметна в нашем теле. К слову сказать, если мы что-то замечаем, какой-то уровень, какую-то часть тела, значит, оттуда идёт болевой сигнал, скорее всего, какая-то лишняя импульсация. Поэтому мы и анализируем, мы чувствуем. Как иногда люди говорят, я чувствую сердце. В норме мы с вами не чувствуем сердце. Оно работает постоянно, но мы его не чувствуем. Потому что нет лишней, грубо говоря, лишней импульсации в мозг, лишних импульсов. А вот если какой-то происходит сбой, мы начинаем орган чувствовать. Так же с телом. Если мы спину начинаем чувствовать, наверное, что-то уже где-то мы на грани, они зашли за неё. Поэтому с болью сказать сложно, как её спрогнозировать. Скорее всего, профилактически. Нужно делать упражнения, заниматься, заниматься, чтобы позвоночник двигался, скручивался, нагибался, разгибался. Мышцы рядом работали статические, в том числе те, которые начинают за статику. Красный волк, они нужны, очень нужны. Помимо этого, помимо болевых каких-то проявлений в спине, можно ещё наблюдать искривление спины, возражающееся в сколиозах, С-образных, как латинская буква С, С-образных, мы похожи на доллар, ну, может быть, в разные стороны. Две дуги, бывает три дуги. Да, бывают искривления по типу увеличения кифоза или лордоза, например, когда слишком сильно сутулено грудное дело, да или слишком сильно прогнута поясница. И то, и другое мы можем встречать. Часто можно встретить на улицах, даже глядя вокруг, людей с запрокинутой шеей, вот так, головой. Это гиперлордоз увеличен шейного отдела позвоночника. Он не должен таким быть. Как правило, это вызывает ещё боли в голове. Большой процент головных болей от шеи происходит. С точки зрения профилактики, важно с детского возраста смотреть за спинкой ребёнка. Потому что грыжи, партурзии, скорее всего, будут всё-таки в возрасте более поздним, более зрелым. Когда человек сформировался, занял какое-то рабочее, сидячее место, малоподвижный образ жизни. А у ребёнка часто бывает, и периодически это вижу, когда, например, за лето, когда есть высокий большой пик роста, и бывает сантиметров на 8, на 7 ребёнок вырастает просто за одно лето. Это большой показатель. За это время спина ссутуливается. Например, ребёнок растёт, и вот за лето спина округляется, и к концу лета, к осени появляется сутусть, как бы чуть ли не гордый. Безусловно, за спинкой нужно смотреть, у детей нужно корректировать. Безусловно, коррекция должна быть комплексная. Вообще осенью увеличивается количество обращений людей, у которых вдруг резко заболела спина. Да. Можно, да, выделять сезонные такие наплывы? Причём летом спина болит меньше, чем осенью. К осени, когда часть активности уходит уже из нашего быта, дачи закрываются на зиму, консервируются на зиму, какие-то летние пробежки, купание утром, всё в водоёмах начинает уходить, в силу температуры. Тогда, конечно, снова наши проблемы насущенные, опять начинают актуализироваться, и мы опять на них обращаем внимание. Поэтому осенью, безусловно, людей на занятиях, на йога-терапии, например, прибавляется. Артур, а как врачи традиционной медицины относятся к йоге? Можно ли назвать йогу – это не традиционная медицина? Что это вообще? Мне кажется, это один из методов коррекции. Например, в традиционной, как в нашем понимании, традиционной медицине есть направление ЛФК, лечебная физкультура называется. Все наверняка о нём слышали. В ЛФК есть хорошие специалисты, нормальные рабочие методики, исправление сколиозов, других каких-то нарушений осанки. Но если покопаться, посмотреть глубже, по сути, то упражнения такие же, как в йоге. И тут возникает нюанс. Только йога несколько тысяч лет назад появилась, а ЛФК гораздо позднее. Поэтому возникает вопрос, как медицина относится к йоге. Наверное, позитивно. Если уйти от темы позвоночника, буквально недавно мир отметил День психического здоровья, вот психические заболевания-то слишком серьёзно, а йога помогает ли бороться со стрессом? У нас, как все наверняка мы слышали, везде это повсеместно, как-то тема периодически всплывает. Слово такое «психосоматика». Вот это «психосоматика». То есть «психо» — это наша как бы нервная система голова, например, головной мозг, и «сома», то есть наше тело. Суть процесса, суть данного термина заключается в том, что наше психологическое, психическое состояние влияет на наше тело. Например, конкретизируем. Какая-то стрессовая ситуация у человека. На работе, в жизни стресс хронический. Нельзя на работе ситуацию изменить. Работа нелюбимая, но работать нужно, деньги нужны. Человек ходит работать, стресс накапливается, и это накапливание, накапливание, накапливание стресса приводит к перенапряжению определенных групп мышц в теле человека. Напряженные мышцы потребляют большое количество кислорода, повышенное, больше, чем должны в норме, в расслабленном состоянии. Если мы воздействуем на эти группы мышц, которые напряжены, то участок в головном мозге, который повышал активность их все время по словам импульса «напрягись, напрягись, напрягись», он всю активность снижает. В связи с этим еще и меняется наше отношение к самой стрессовой ситуации. То есть стресс не является таким ярким, он вообще теряет свою актуальность. Мы можем посмотреть на ситуацию не изнутри, находясь в напряженном состоянии и не видя выхода. Спасибо вам большое за беседу. Спасибо. Есть о чем задумываться на самом деле. Телезрители напомнят, что в гостях у нас сегодня был йога-терапевт и инструктор Рязанского йога-центра Артур Гулянов. До новых встреч в эфире. До свидания. Занимайтесь йогой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова